От Коголыма на региональный конкурс было подано четыре проекта, инициированных жителями города. И все они получили поддержку региональных властей. Одно из направлений – благоустройство. Безопасный двор – так звучит название проекта, который предусматривает обустройство дополнительных парковочных мест. По инициативе граждан будет проведено благоустройство территории мира 19, 21, 31. Получили поддержку также и проекты, касающиеся других направлений. Например, популяризация картинга. В планах у инициативной группы на выигранные средства приобрести 10 карт, 2 компьютера и оборудование для ремонта. Мне кажется, количество благополучателей достаточно высокое. Мы считали, что около 700 человек смогут заниматься данным спортом. Из них где-то 80-100 человек на постоянной основе. Ну и плюс будут использоваться карты также и для проката. То есть не только дети смогут пользоваться, но также и, возможно, взрослые при желании. Планируем на эти проекты получить почти 7 миллионов рублей из округа. Город даст 1 миллион 800. И также неравнодушные жители и юридические лица, и индивидуальные предприниматели более 1 миллиона 200 перечислят нам бюджет города на реализацию этих проектов. В Лангипасе благодаря инициативному бюджетированию будет реализовано 6 идей горожан в 2023 году. В основном это проекты в сфере образования. Например, родители воспитанников 2-го детского сада «Белочка» выступили с предложением оборудовать на территории учреждения тематические игровые площадки. Они необходимы для организации различных видов детской активности, семейного досуга в теплое время года. Данная инициатива получила поддержку со стороны педагогического коллектива. Так появился проект «Увлекариум». В рамках реализации проекта планируется приобрести 25 малых архитектурных форм, которые организуют на территории детского сада 5 современных игровых пространств. Это отважные защитники, спасатели, детское кафе «Семейный завтрак», театральная мастерская «Добрый доктор Айболит». Всего на реализацию проекта «Увлекариум» выделят более 2 миллионов рублей. Основная часть средств будет предоставлена округом почти 600 тысяч местным бюджетом. Предусмотрены и родительские взносы. Примерное количество планируемых организованных семейных мероприятий не менее 36 в год. Их посетят, по оценкам авторов, порядка 600 человек. В рамках реализации проекта планируется взаимодействие с социальными партнерами детского сада, с образовательными учреждениями города для проведения совместных мероприятий, направленных на воспитание семейных ценностей, патриотизма, уважение к людям труда. А в Урае с детьми займутся лепкой из глины, а заодно и изучением традиций коренных народов Севера. Проект «Керамика для всех» будет реализован в Школе искусств. Пока что ребята лепят в основном из пластилина. Мне нравится делать всяких людей из пластилина. И лепить это очень легко. Открываем для себя что-то новое. Ну это как зарядка для рук или как массаж. Мне нравится лепить, потому что пластилин очень мягкий и его приятно трогать. Это интересно и привлекательно. Потому что получается красивая вещь. Мы лепим какие-то фигуры, например, динозавров. Мне больше нравится всяких накаркасов. Мне нравится то, что это вот так разминается руки. И мне нравится это работать в чешене. Педагог Светлана Лебезева мастер по глине и занимается реконструкцией древней посуды. Сама воспроизводит копии сосудов, которыми пользовались жители Кандинской земли тысячи лет назад. Коллеги Светланы Ивановны поддерживают ее. И вместе они решили заявиться на конкурс инициативного бюджетирования. И представить проект «Керамика для всех». Благодаря победе теперь в школе искусств появится помещение, где будет установлена муфельная печь. И глиняные шедевры получат настоящий обжиг. Даже не только для настоящего времени, но и для будущих детей Урая, которые будут заниматься дальше в этой школе через 10 лет, через 20 лет. Я думаю, что это ремесло, его называют вечным. Но вечным оно, наверное, и останется. Попутно ребенок узнает, где эта глина добывалась, как люди ее использовали с древнейших времен, какие орнаменты они на нее наносили, какой смысл у этих форм сосудов, кувшинов. Всего в этот раз на конкурс активные жители Югры подали 147 проектов. Лидеры по количеству заявок – Сургутский район и Лангипас. Победителями признаны 54 инициативы из 17 городов. Анастасия Плюснина при содействии коллег «Наши города». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова